Итак, ну я, конечно же, расскажу об одном поступке, за который мне немножко так стыдно. Ну, когда я училась в девятом классе, конечно, мозги по-другому были, гормоны еще играли, то есть вот так вот. Ну, я уже тогда не знала слова «нет», я не терпела любой протест, то есть любой протест против меня выражался в еще большем протесте. Из-за того, что я любила ярко одеваться, вот это вот всегда там на позитиве, на гламуре, значит, была школьная дискотека. И я на эту школьную дискотеку подготовила танец живота, там выступления, готовила долго номер, но когда я пришла на дискотеку, меня злая зауч просто не пустила, то есть из-за эпатажности, там пошел скандал, говорит, просто не пустила. Для меня это, ну, настолько меня ударило, я решила мстить, и мстить решила жестоко. На следующий день просто прихожу, помадой на ее двери пишу «гнида» слово, розовой помадой, пинком вышибаю двери, кидаю ей на стол куклу, утыканную иголками. Ну, это кукла Вуду, конечно, я еще сильно эзотерикой не занималась, но больше ради того, чтобы припугнуть. Ну, шок, конечно, сильный был. Ну, опять же, спасибо моей маме, которая в любой ситуации на моей стороне, как настоящий друг и мама прежде всего. Когда там пошел скандал и детская комната милиции, все такое, да что за беспредел, мне как бы мама заступилась и сказала, а вы ребенка довели, какое вы смели и право не пустить ее на дискотеку. Типа она готовила танец, а вы так обломали ее. Ну, как бы, конечно, немножко я считала действительно, что я перегнула, но все-таки провоцировать не надо.